You are my joy, you are my song, you are the well, the one I'm drawing from. Когда я крестился, меня назначили вести детское служение. Мне было очень обидно, потому что мне казалось, что это своего рода унижение. То есть, как это так все здоровых, грамотных людей ведут, а я тут с этой шпаной буду возиться. Если бы я знал, какие будут последствия и как я буду желать поскорее уйти из этого служения, то это ничего не сказать. Значит, дети оказались необычные. Ну, если еще учесть, что все дети христиане из христианских семей, то они все знают Писание. И, конечно же, задают вопросы, на которые крайне сложно ответить. Порой, если ты взрослому человеку можешь как-то объяснить, ребенку нужно говорить только правду. Потому что, ну и взрослым тоже нужно, но взрослым можно дипломатическим путем как-то обойти этот вопрос. А с ребенком не получается. Ребенок всегда себя спросит. И спросит не так, как ты думаешь. Я хотел бы рассказать такой случай, который произошел с моим другом. Доктор теологии. И однажды к нему приехал другой доктор теологии из Канады. Здоровенная машина такая. Баскетболист. Сели они на кухне пьют чай. И о чем разговор идет о Боге, понятное дело. Сидят, умничают там. Кто когда родился, кто откуда что. А в это время рядом играла дочка одного из них. И она слушала эти умствования, подошла к ним и говорит. Папа, мы хорошие христиане или плохие? Ну конечно хорошие. Доченька, ты же сама понимаешь. Папа, и то, и то, и это. Папа, вот мы живем, живем, живем. Выполняем все требования, которые положены христианам. И вот мы умрем. Что будет дальше? Ну а дальше мы попадем в Царство Божие. И что мы там будем делать? Славить Бога. А как мы его будем славить? Ну, свят-свят Господь Саваоф. Свят-свят Господь Саваоф. Папа, ну день славим. Ну два. Ну три. А дальше что? Ну не интересно это. Что делать? Ну, американец, по-видимому, уже сталкивался с подобным. И он нашелся и сразу и рассказал такую историю, которая произошла с ним. Он, ему поручили, здоровая машина, поручили перевести бриллиант, который стоил по тем временам где-то 250 тысяч фунтов. Не долларов, а фунтов. Ну, взял, открыл, ну аж посмотреть, что это такое. Смотрит, ну, красивая, ограненная, как стекляшка своего рода. Ничего из себя не представляет, никакого интереса. Ну, если бы где-то встретил на улице, ну, может быть, обратил бы внимание на ее величину. И, может быть, бутснул бы даже ногой, прошел бы мимо. Но потом он решается этот бриллиант показать огранщику, ювелиру. И когда он принес и показал этот бриллиант, у этого ювелира затряслись руки, он одел этот моноколь. И, ничего не объясняя, начинает рассматривать этот бриллиант. Ой, какая грань. Ой, какая красота. И он, говорит, проходит минут двадцать, а он все время смотрит на этот бриллиант и все время восхищается им. Устал уже. Говорит, ладно, давай бриллиант назад, хватит. А тот не отдает. Не потому не отдает, что у него этот бриллиант, ну, как ценность. А ему хочется посмотреть, а какая там следующая грань будет, которую он не знает, как, которая, как она, огранка эта произошла. А как он это сделал, а как он это сделал. Ну, я так понимаю, что здоровый парень отобрал этот бриллиант, все. Вот. И хочется сказать, что он ей говорит, вот смотри, представь себе, что ты этот охранщик. И ты заходишь в дом, в котором стоит огромнейший бриллиант необычных размеров. И ты смотришь на каждую грань и удивляешься, а как это, а как это, а как это Господь сделал. Я так думаю, что это был ответ на этот вопрос. То есть, девочка получила ответ на вопрос, почему и как мы будем славить, за что мы будем славить. Мы будем рассматривать каждую грань Бога. Мы будем понимать в тот момент, как и что происходит. И мне хотелось бы, чтобы мы все попали туда, на небеса, и рассматривали этот бриллиант. Чтобы нам Господь все время показывал новые и новые грани, которые у нас могут возникнуть. Спасибо. 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 Спасибо.